Добрый вечер! Здравствуйте! Здравствуйте, господин Консул! Я опять к вам! Добрый день! Добрый день! Рад вас! Вы знаете, я сейчас наблюдаю за вами из окна, буду говорить сейчас хумор. Наша охрана вам уже честь отдает. Честь это шо? Я, когда мимо монастыря прохожу, монахи крестятся и говорят, что опять мученик посольства пошел. Проходи, присаживайтесь. Спасибо. Вы не волновались, мы сейчас выдаем визы в очень упрощенной схеме. Это вам просто большое русское рахват луку. Понятно. О, я нашел ваш документ. Я нашел ваш документ. Вы просите видать вам шенгенскую визу на полгода. Я воль. Чай. А? Кофе. Спасибо. Какова цель вашего пребывания в Евросоюзе? Значит, моя цель – проехаться по местам боевой славы отцов и дедов. Ага, понятно. Конечно. Вот копия его повестки. Так. Вот номер его винтовки. Так. Вот план его землянки. О, да. А вот фотография трех горящих танков, которые дед подбил связкой гранат случайно. Гуд. Но у меня все равно есть несколько вопросов. Да, я просто мечтаю отвечать на все ваши вопросы хер-консу. Скажите, у вас есть счет в банке? Конечно. А в каком банке? В надежном. Хорошо. Бирс. А, я. Банка из-под варенья. А, да. Скажите, конвертируемая валюта? Она самая, у нас половина зарплаты конвертируется тут же на работе, остальная мелочь через бухгалтерию. Ага, понимаю. Э, скажите, сколько вы собираетесь потратить в этом путешествии? О, да, да, конечно. Это коммерческая тайна, зашита моей благоверной в надежном месте. Ага. Для вас лично. Нет, 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 нет. Что вы, что вы, хорошо. Скажите, у вас есть какие-нибудь дополнительные документы? Все дополнительные документы я ношу с собой в запасном, то есть в дополнительном чемпайдане. Но он застрял в турникете вашего посольства, так извините. Понятно. Хорошо, ответьте мне на такой вопрос. Вот ваша двоюродная тетка Моя двоюродная тетка Аграфена Виссарионовна Является дочерью брата моего деда До замужества Гиндельштам Но после сменившая вероисповедание На Иванову-Задунайскую Оглоблю-младшую Понятно А почему у вас такая странная фамилия Оглобля? Значит, моя фамилия Досталась мне в наследство По моему прадеду По мужской линии Который однажды в битве с тефтонскими рыцарями Взял в руки Оглоблю И со словами «Ну, держись!» Погнал этих рыцарей До ближайшей полынии И они с криками Оглобля, Оглобля Начали задорно нырять в ледяную воду Чтоб заниматься дайвингом Скажите, а вот такой Специфический вопрос Как вы лично Относитесь к лицам нетрадиционной ориентации Я лично поддерживаю И одобряю Просто мечтаю Влиться в ваши ряды Но для этого не хватает ни мужества, ни времени Гуд Гуд, хорошо Теперь поговорим о ваших родственниках Ваши родственники за границей есть? Не состоял, не участвовал, не привлекался Хорошо А вот у нас есть сведения, что ваши дальние родственники Имеется ввиду, как по-вашему предки Так Могли вести незаконно послушный образ жизни Да не может этого быть У меня два мешка благодарностей по всему гинекологическому дереву Случая две буквальные грамоты от Тутанхамона четвертого А как же, ну вы что? Хорошо Скажите, а кем вам приходится подруга вашей жены? Ну, что греха-то идти? Иногда, конечно, приходится Ну а что делать? В ужине у алкаш Все время в несостоятельном состоянии А я укрепляю дружбу между семьями Так сказать, дружба фронтфлевт Да-да Биль, декорфесно Да Ну что я вам могу сказать? Вы очень хорошо подготовились в этот раз Спасибо А мы же видаем, вы видите, визы в очень облегченном режиме Вы знаете, с каждым разом все виднее и виднее Скажите, билеты у вас, конечно, в обе стороны Да, билеты в полном порядке Копии заверены нотариусом Жетоны на метро в необходимом количестве Пронумерованы и прошиты согласно описям А справка из пенсионного фонда? А справка из ЖК об отсутствии задолженности? А копия свидетельства о браке с первой женой? А справка из роддома, что вас там не подменили? А справка, что вы инстинкт своих родителей? Ох, есть проблема Какая? Вы неправильно заполните анкету Где? Ну, вы смотрите, вот на последней странице Видите, вот здесь отметка, то есть, графа, отметки консульства И написано «не заполнять» А вы что написали? Так что просили? Написано «не заполнять» Я написал «хорошо, не буду» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я уже 12 раз пытался получить шенгенскую визу И каждый раз давал себе слово «больше этого не делать» Хорошо, последний вопрос Да вы что, не может этого быть? Так, скажите Так У вас есть нотариально заверенные копии всех этих документов Переведенные на все языки шенгенской зоны в трех экземплярах? Вот! Я вас поздравляю Вы получаете шенгенскую визу на один день АПЛОДИСМЕНТЫ Боже! Боже, как я рад! Большое вам спасибо! А я думаю, действительно, ну что я буду полгода делать, балбес, там у вас? А тут на один год Слушайте Дайте я вас в своих объятиях задушу О, не нужно А вот, дорогой мой, еще одна справочка А-а-а! Из психбольницы Если я вас сейчас покусаю Мне за это ничего не будет Где это-то столом? Где это-то столом? А кто же меня вызывал, дёхни-палки? Кто вызывал, Игорь? Могу наливаться Я тебя вызову кого-то, я знаю Добрый день Здравствуйте Это я вас вызывала Это я вас вызывала Что тебе представить? Директора школы Изольда Тихоновна Очень приятно Отец! Извините Так вот, я как директор А я отец Я курей-гриль продаю 20 курочек продаю Одна остается Вы меня не поняли Я как директор Хочу поговорить о вашем ребенке Дело в том, что Учитель за географией Жалуется Да я ж ему сколько раз Говорил, что ты попёрся на эту географию У вас там что, больше некому двойки получать? Попёрся Подождите, вы меня не поняли Учитель за географией Я как директор А я отец Я курей-гриль продаю Будете проходить Третья палатка от края 20 курочек продаю Одна остается Прекратите, пожалуйста Я как директор Хочу поставить вас Меня? Да я сам кого хочешь поставлю Я ж один на две палатки ищу 20 курочек продаю Одна остается Подождите, пожалуйста Я хочу поставить вас перед фактом А это кто? Это не кто, это факт Я хочу поставить вас перед фактом Я понимаю Я для своего ребенка Любого перед фактом поставлю Я так поставлю На все четыре Четыреста процентов Перевыполнение плана Гарантирую 20 курочек продаю Одна отдаётся Слушайте, прекратите, пожалуйста Так вот, давайте ближе к делу Давайте Учитель за географией жалуется Что ваш ребенок Опять карту полушарий С глобусом перепутал Представляете? Представляю Потому что пусть это ваша Географичка Сначала Свои глобусы Поприкрывает А то у некоторых Полушарий Из орбит Выскакивает А я этого урода Дома так поперёк Задних полушарий Отхожу Да перестаньте вы Чтоб и знал Как позорить Одинокую мать При живом муже В которых два остолопа Одного поля ягоды Недалеко от яблони Падают Так, а вот ты где Остолопа Ну иди сюда Ты стоишь Что тебе тётя рассказывает Подождите, блин Стой там Остолоп! Подождите Слушайте меня Прекратите, пожалуйста Кстати, ваш остолоп О, простите Ваш ребёнок Утверждает Что папуасы Съели Миклуха Маклая Представляете Да вы что? Да Так ему же Завтра на работу Кому на работу? Папуасу этому Миклухе Маклаю Он же у нас На рынке работает Территорию подметает Не, ну если Не пьяный, конечно Да ну что вы такое говорите Ну как твой Маклай Это другой Миклуха Маклай Путешественник Который у вас на рынке Не подметает Вот ты смотри Ну развелось Этих Миклуха Бедный Бедный ребёнок Не знает До какого Макла ему хвататься Значит так Послушайте меня Хвататься ему пора За учебники А вы со своей стороны Как родители Это вы о ком? Я отец-одиночка При живой супруге Как начало с понедельника Так третий месяц Не просыхает Вчера залезла на гриль Вместе с курами А этот Остолоп подвидом Руби на полную Открываю Сиди Там горячая ворона Каркает Я как Ухватился за баклай Да как Вытащил из штанов Да что вы говорите Как вам не стыдно Вы в альбоматор Ого Да как крикнул Шо ж ты Свою альбоматор Да как Вытащил из штанов Время Да как Сыплю этому Паразиту А вот ремень я против Это антипедагогично Согласен Короче Будете проходить Третья палатка От края Двадцать курочек Продают Одна остается Слушайте Вы лучше о ребенке Подумайте А что А то Что он перед руком Физкультуры Вместе с учителем труда Подглядывал В раздевалке У девочек Представляете Представляю Так я Зиму лично Дрели дал И Сверлона Восемнадцать Я с тебя А столов Сколько раз Говорил Возьми Сверлона Двадцать четыре Дырка Будет больше Так же На день глаз Помещается А так четыре А столов И сейчас Что тебе на тобой Смеется Прекратите Прекратите Давайте вернемся К нашим баранам Какая баранина Я Вы мои курочки Тролли Вы их пробовали Мои курочки Двадцать курочек Продаю Одна остается При любом кризисе Живая копейка В доме В виде жареной курочки Да ну Что вы со своими курочками Ну как вам не стыдно Давайте поговорим О геометрии Давайте О Геометрия такая Заходите на рынок И по пендикуляру Сразу третья палатка От края Двадцать курочек Продаю Две остается Да что у вас В своих курочках Пропадение пропадом Минуточку У меня Ничего Не пропадает Двадцать курочек Получаю Двадцать одну Продаю Одну домой Приношу Полная Окупаемость Будете проходить Третья палатка По пендикуляру Справа Да давайте О ребенке Смотри Давайте Вот возьмем Иностранный язык Так Я вчера буквально На английском Спрашиваю его Кто твой отец? А кто твой отец? Ага Так вы знаете Что он мне ответил? Что? Что вот это Сказал на родного отца? Да Так вот я прошу Английский Нужно срочно подтянуть Так Донт вори Смойте чекен сейл Ту Остается Форштейт А литература? Вы знаете Что он в сочинении Написал Что Гоголь Умер От китайской диеты Представляете? Что? Гоголь Умер И правильно Сколько Гоголя Не корми А у Толстого Война и мир Все равно толще А вы знаете Что он буквально Вчера устроил на химии Так Не знаю Как там у него с химией Но скажу я вам В математике Он Оскар Фельдсман 20 курочек Распродаст И деньги есть И 3 Получается А я как не стараюсь Только 2 выкручиваю Спрашивается Кто из нас от столов Да какая математика Он у вас Биссектрису Перпендикуляр Отличить не может Представляете? Представляю Видел я эту вашу Биссектрису Когда она За белом Нагибается У некоторых Перпендикуляр Под партой Не помягчается Поймите вы Наконец Пятый класс Уже совсем большой Мальчик Так я живу Сколько раз Говорю А столов До того же Все Одноклассники Смеются 26 лет Пора Жениться На Географичке Он Биссектрису Биссектриса Биссектриса Перед пива И курочку Хомяки Короче так Красивая Поехали Кататься Подождите У меня в рот У меня в рот У меня в рот Калян Чего это у тебя Сестра Жени Люська Приехала С дитем А так ты Седянчишься Теперь Гриша Я к тебе По делу По какому Посмотри На кого Похожи Чего Похожи Спрашиваю На кого Кто Картинка Из-за того Дитё Спрашиваю На кого Похожи А че Ты меня спрашиваешь Похожи Еще Спрашивай Коли Я тебе Клянусь А так Ни при чем Иди сюда Не пойду Да ты че А ты че Чужим дитем Пугать из-за угла Да что же Тебе его Подверг Ну посмотри Сначала На кого Похожи Ох Тяжкий Грех Прелюбодеяни Ну На кого Ну Не знаю На кого Че Ты Лукаешь Придурок А че Ты так Спрашиваешь Придурок Так Реша Еще раз Успокойся Сосредоточься И внимательно Посмотри Похожи На кого На Гошу Куценко Чем Тоже Лысый Мальчик Это Это Девочка Не знал Не знал Не знал Ни одной Слушай А ты Че Так Пугаешься А че Ты Меня Просил Быть Слюзь И гостеприимным Спал Я старался Глянь Внимательно Оно На меня Не похоже Не знаю Пузыри пускает Как ты В конце пьянки Че Пузыри Ты че Тоже мне пузыри Ты лучше Глянь Нос Есть Нос Есть И Брови Есть Брови Есть Подожди Коль Не Коля Че Ты Смотри У нее Нос Как у Тебя Не Не Надо Гриша Че Ты Коля Это Это Хорошо Когда Дочка Похожа На Папу Хорошо Когда Дочка Похожа На Мужа Мамы Ну Да На Кого Ж Она Похожа Решет Тебе Тот Четыре Варианта Ответа Предоставить Счастлився Будем Вычислять Коля Нам Главное Два Исключить А Где Вообще Люска Дома С Детями Сидит У Еще Твое Еще Твое Да Господи Да Что Что Одну Люска Что Он Призвал Планица Размножаться Да Чего Ты Орешь Тетер Разбуди А Че Делать Что Муж А что Грудь Есть Нет Можно У кого Одолжить Так Пой Давай А Пой А О чем О хорошем А хорошем Ага Рюмка Водки На столе Ля 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 Подожди А чего Мы паримся А чего У Люски Жмуж Есть Муж Муж А где Жон Сволочь Такая Лазил Когда Люска По гостям Шлялась А Кто Люски Муж Охотник А О О О Охотник Все Коля Висеть Там Трофейными Тушками На рогах Этого Мазилы Идем Лучше Сразу На табуретку Что Вешаться Мне стишки Рассказывать Ты Рисеру Может Пронесем Так Коля Слушай меня Деточка Внимательно Слушай Запоминай Значит Ты Не Знаешь Меня Мы С тобой Не Знаем Люску Люска Не Знает Твою Жену Твоя Жена Не Знает Нас Все Понял А чего Тогда Все Эти Люди Пили У Меня Целый Месяц Когда В Мае Так О Мае Коля Мы Пили с Люска За встречу В апреле В июне На пасашок Майя В этом году Не Было Коля Оно Не Наше Ла Да Дай Да Дай Дам Ла Дай Да Дай Дам Ла Да Да Чего Есть Один Момент Да Никаких Моментов Да Китаец Что Китаец Муж Люски Китаец Да И Тай Тут Точно Не Участвовал Не Его Подожди Коля Так Что Это Получается Это Что Значит Люска Нам С С С С С С С Изменила Это Что Получается Это Что Мы Теперь Все Втроем Китайский Вожак Стада Так Коля Пока Это Улика У нас В руках А ну Ка Идем Разберемся Идем Гриша Нельзя Почему Нельзя Ты Надаш С тобой Год Это Даже Честь Надругаться Можно А Разбираться Нельзя Гриша Люске Нервничать Нельзя Да Ладно Беременная Она Как Беременна Опять Постоянно От Кого Коля Коля Валим Коля Валим У меня Коля Валим Коля А Не надо Не трогай Меня Лохов Это Ти Ой Блин Товарищ капитан Я ж чуть в обморок не наложил Лохов Слышь, Лохов Сколько же то мы с тобой уже в этой засаде сидим, а? Ах А кто его знает? Ты ж делал зарубки Выделал На колбасе И шо? Шо, шо Судя по ней наш срок пребывания тут не увеличился А уменьшился До фостика Ну и где этот фостик? Товарищ капитан Ну якщо я сказал, что я не брал Значит не отдам Я чувствую так в этой засаде и все лето пройдет Да шо там того лето Шесть раз по пятнадцять суток Пить хочется И мне Долго и обильно Не отвлекаясь на тости Не разлагай дисциплину Топора Топора б уже в кого-то и разложить, товарищ капитан Две недели следив за этим сексуальным маньяком Бо него лишь вживаешься в образ врага Лохов еще раз предупреждаю Что взять этого маньяка мы должны только с поличным Прямо на Правильно На месте преступления А если он не захочет Не захочет, заставим, не сможет, шолохов Правильно научим Знаешь, что сказал? Ленин Капитан Жеглов Виноват, товарищ капитан А знаешь почему? Никак нет, товарищ капитан Потому что все капитаны Очень умные Не все Я одного знаю так тупой, как Кто такой? Я вам его потом как-нибудь покажу И все-таки, товарищ капитан Я бы пошел на зафат этого уперя Да какой зафат, Салабок? Ты же молодой еще А я помню, был бы инцидент Брали одного такого маньяка Слушай, зверь Всех или насиловал, или убивал А вас Меня убил Царствие вам небесное, товарищ капитан И все-таки тут что-то не то, товарищ капитан Моя жена уже две недели носит нам передачки в эти кусты, как в тюрьму А этот сексуальный маньяк наслаждается преступлениями на свободе Что-то не то в том, лохов Что моя жена почему-то не носит нам передачки Вот тут можете не переживать, товарищ капитан Пока я тут с вами сижу в засаде С нею ничего хорошего не произойдет Товарищ капитан А можно вопрос-пытання? Давай, только быстро А как вы думаете, якщо мы поймаем этого маньяка Ну? Нам дадут благодарность Конечно, лохов, конечно Смотри, значит тебе вот такую Ого А меня вот такую А ну, еще раз покажите Тебе, лохов, вот такую А меня вот такую Не Такая не поместится Куда не поместится? Туда, куда вы ее соби засунете Маньяк! Где? О! Это стопудовый маньяк Его портретами Весь город загажен Лохов, ну сколько раз тебе объяснять Что если под портретом написано, что он мешает нам жить и трудиться Это маньяк А если под портретом написано, что он хочет за нас жить и трудиться Это депутат Правильно, товарищ капитан А что если мне тещиного собаку позора к нашему делу приставить? Ну, чтоб с позором службу нести Долго думал Нам еще тещиного позора тут не хватало Да знаете, как он дули крутит Как? У него ж пальцев нет Да я по его морде вижу, что он не дули течет Что ж чиновый очка И все-таки, товарищ капитан, я бы попытался как-то выманить этого маньяка на улицу Предлагаю Предлагаю, смотрите, я начинаю кричать Насилуют! Насилуют! Так Маньяк услышит и выбежит, чтобы поддержать компанию Не, не пойдет Я боюсь, что за маньяком в очередь выстроится все скептически настроено и к милиции населения Да ну надо же уже быстрее Ты свою спешку будешь на похоронах тещи применять, понял? Есть такая мудрая китайская пословица Кому суки, тому кака Маньяка Ого Товарищ капитан, а это шо, какие-то китайские матьюки? Шо в переводе Лохов означает Только к тому, кто умеет ждать, приходит маньяк Ё-о-ох Знаешь, что сказал? Капитан Жеглов Ленин Лохов, смотри А вот появились потенциальные жертвы Хе-хе-хе Товарищ капитан, да какие же то жертвы? Это ж наши жены Красиво идут, ёлки-палки Хе-хе Пять часов утра Откуда это они такие нарядно распасланные? Откуда? С библиотеки Ах, ну ты Видишь, что сзади идет жена капитана? Ать, 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 ать А моя... Ать, ать, ать Ать, ать А в моей, смотри, четко так вверх-вниз, вверх-вниз А в моей туда-сюда, туда-сюда А моя прыг-скок, прыг-скок А моя шлёп-шлёп Шлёп Розведусь нахер Работать надо с личным составом, лохов А не с позором дулей крутить Виноват, товарищ капитан Слышь, лохов, шо? А я сейчас подумал Ты случайно не знаешь, откуда у моей жены по утрам Такие страшные синяки под глазами? Товарищ капитан А вы не пробовал на ночь фуражку с козырьком снимать? Умный, да? Виноват, шо умный? Ты щас скажи, свисток изо рта вынимать Так ваш свисток, шо хочете, то и робіт ним Тихо, лохов Шо? Замри А вот и появился объект Все, я валю Да валю Да валю Вот такая благодарность А вы не вот такая Что, беда, расстреляла Вот это приказ Быстро на запоминай Быстро смотри на маньяка Быстро я тебе сказал Приказ я тебе сказал Видишь, лохов, маньяк? Видишь? 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 Товарищ капитан Шо вот это маньяк? Маньяк, лохов Ёлки-палки А кто сказал, шо это маньяк? Я тебе говорю Так его ж суплей перешибешь А чого мы его раньше не взяли? Потому что он, гад, все время убегал Шо он? Убегал Не понял Для особо тупых объясняю по буклам Ульяна, Борис, Егор Григорій, Аркадий, Леонид Ну? И шо это за люди? Да сюда Так Так А вот и появилась женщина Лохов приготовься Товарищ капитан Шо именно я должен приготовить? Телефон мобильный Сейчас пойдешь снимать преступление И смотри, не сорви мне операцию до самого конца Так Объекты сходятся женщина взялась место шоу взяла рванула а обезвредила гада от молодец вы тут сидим это засаде двери дели как два дурака как один дурак лоху виноват товарищ капитан я даже знаю кто побежала побежала от него или за ним рядом бегут что на пары граки не хватало чтобы они нам еще жмурки устроили все ушел гад вместе с женщиной так а почему же вы не выскочили из засады потому что опасно лохов ты салабон а я помню уже один раз погнался за таким вот я понял что вы погибли не один раз надо же что то делать как то помочь кому помочь лоху он столько раз справлялся сам мы тут выскочим из засады как два придурка ему помогать как один придурок и не ему а женщине отбили бы залегла взамен засаду с кем залегла шо ты лохов можешь женщине предложить хвостик от колбасы и жену на подходит товарищ капитан шо такое возвращается кто то кто-то женщина это о маньяченная одна ага ишь улыбается вот видишь лохов а ты хотел бабе праздники спортить идем лучше наших спросим шо это за библиотека в 5 часов утра так пожалуйста пожалуйста я прошу тишину в зале я понимаю все устали двадцать восьмое дело сегодня мы продолжаем наше судебное заседание откройте просто дело номер 26 слушается дело об иске гражданки ага гражданину угу понятно пригласите право за свидетеля свидетель проходите пожалуйста ваша фамилия имя отчество здравствуйте люди здравствуйте фамилия имя отчество да я свидетель я все знаю все слышу все помню прошу этому паразиту высшую меру да лучше заменить на пожизненную прямо через акс в зале суда наручника свидетель ваша фамилия имя отчество барматуха олега михайлов но лучше отпустить жизнь живым через амнистию в смысле деньгами возможен безнал свидетель что вы можете сказать по существу дела по существу дела я могу сказать все что надо какого именно свидетель дело которое мы сейчас рассматриваем вы смотрите здесь истица утверждает что ответчик уклоняется от отцовства отвечаю как мать товарищ зовите меня ваша честь как ваша честь заметана итак свидетель вы конкретно видели как ответчик склонял истица близости конкретно конкретно да как я конкретно видела как этот паразит ответчик взял истицу и давай ее склонять ваша ваша шерсть не шерсть а честь как как честь заметана выбирайте выражение когда обращайтесь я еще раз вас спрашиваю вы видели как ответчик склонял истицу близости да видела и горжусь этим а вот ответчик утверждает что никогда не видел истицу и наоборот ваша жесть не жесть а честь как как честь извините заметана так как же он гад ее не видел если он ее одновременно склонял два раза при мне а сколько без меня я не знаю а тут как раз анжела пришла принесла пожалуйста не надо про анжелу про магарыч не надо вот ответчик утверждает что не мог одновременно видеть истицу так как там было темно то что вы этого паразита слухает он же я склонял не там где а где а где обычный одновременно склоняет истиц на полном свету с подробностями о которых я хоть зарежье рассказывать не стану это затрагивает нашу женскую честь ваша честь у стихи получились так свидетель а а где вы находились в этот момент я но не я же не знаю как вы а я в этот интимный для страны момент находилась рядом после замужем то есть переводила стрелки часов зимнего времени на место и наоборот свидетель значит ставлю вас в известность что суд пока не видит основания для признания ответчиком отцовства подождите как не видит как не видит а обопечатки пальцев я бывало говорю истица истица говорю а что это у тебя за обопечатки пальцев повсюду а истица говорит это обопечатки конечностей это зволочи ответчика руки и ноги я говорю так ты хоть не бойся на суде покажешь вот вы пробовали год не мыться так свидетель да давайте вспомнила вспомнил аналогичный случай описывается в рекламе ничто ржавчину не берет краткое содержание значит одна женщина моет раковину и материться я про себя вот так смотрю и думаю где-то тебя сучку крашеную саму таскала если у тебя раковина как унитаз на допросе давайте сначала самого-самого-самого-самого перед лицом правосудия самого перба вначале господь бог сотворил небо и землю у вас шесть минут а тогда я про яблоко пропускаю и истица подходит к этому как его ответчику да и говорит а ты мне нравится по-хорошему так знаете ты мне по-хорошему нравится дальше опять же только шесть быстренько от нее в лифт она за ним подождите откуда вы знаете про лифт что же я молодая не была я всегда на лифте если работу а если не работал то бывало схватишь гадать ветчика на копки баранки и бегом на шестой этаж пока не передумал дальше а дальше бывало и не передумал и припрёшь и трезвый смотришь это чужая дверь горячки в другое парадное заскочила а также было 12 лет я последний раз вас спрашиваю ответчик предлагал истица дружбу дарил цветы ценные подарки этот ответчик значит предлагал дружбу истица дарил ценные цветы потом склонял и ухаживал домой да ухаживал домой ваша это дальше 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 ухаживал и все опять склонял хорошо что вы скажете о ребенке подождите подождите какой мальчик заявление написано девочка да а что же перепутала одежда как очках еще же теперь все же у меня мальчика девочки не отлично девочки на у мальчика же это как же сейчас а он же ее склонял 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 и склонировал мальчика женского рода шестом б классе это первый у нее был мальчик минуточку заявление написано что до этого случая истица была девушкой до какого до этого да было но вот после этого случая как обрезала путь к отступлению подождите свидетель вы утверждаете что до встречи с ответчиком истица была девушкой только да или нет о чем вы говорите истица была такой девушкой такой девушкой родители уже волновались бывало придет физкультура родители бросаются к ней ну а девушка истица говорит пока тихо разве это сейчас школа а однажды приходит с уроком кричит ура ура родители спрашивают ну а девушка истица говорит пока нет но есть идея так подождите свидетель последний раз я вас спрашиваю ответчик предлагал истица интим склонял в близости ну к сожительству а этот ответчик предлагал истица интим склонял к сожительству потом склонял к близости потом просто склонял когда истица была поблизости утверждаете круглая печать мокрая свидетель а вы знаете сколько дают за ложные показания а мне сказали до сложные показания бабки по факту я спрашиваю вы знаете сколько суд дает за ложные показания денег и так вы продолжаете утверждать да утверд продолжаю так и запишем но не настаиваю тогда или нет да склонял так и запишем но не очень охотно конкретней конкретно значит до печи говорит истица истица конкретно склоняю тебя подкачать колесо в машине дальше вот а я ей дурятой говорю истица не носи шторы так низко вылететь не поймаешь то есть вы утверждаете что истица была вызывающе одета да истица была так вызывающе одета так вызывающе как вызывающе вызывающе у любого ответчика желание сделать ее истица короче склонял или нет склонял где он ее склонял на склоне на каком склоне на склоне лет чьих известного исполнителя аркадия укупника причем здесь укупник мы рассматриваем дело гражданки дзюзкина гражданину дзюзюкина признание отцовства так шо ж ты мне ваша мать в смысле ваша честь голову тут два часа оборочил так бы сразу и сказал что отдажды дзюзюкин встретил истицу и говорит я известный ответчик предлагаю тебя склонить и наоборот а то вылететь не поймает здравствуйте здравствуйте проходите пожалуйста приветствую вас и поздравляем вы наш миллионный покупатель так я еще ничего не купил так вам ничего и не надо все что вы можете сегодня унести в руках ваше бесплатно шо да да все же я могу унести да в руках да безблатно да 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 Вот это мне повезло. Давай! Налажу. Девушка, да, будете помогать. Иди сюда, не бойся, помогать буду. Итак, поздравляем вас еще раз. Вы, миллионный покупатель, водили все для женщин. Что? Ну, написано же, все для женщин. Погоди, минуточку. Я пришел в отдел рыболов, там написано «Золотая рыбка», так значит, все для рыбок. Это магазин называется «Золотая рыбка», а отдел для женщин. Да что же это такое, а? Да что же это за жизнь? Первый раз в жизни вот так повезло, и вот так не повезло. Успокойтесь. Первый раз, единственный раз добрался до самого верха, а бабы там уже помешали. Ну, успокойтесь. Иди сюда, слышь, брат. Да. А нельзя поменять отделы? Нет. А товары? Нет. А тебя? Что вы, нет? Нет. Что ж ты, как дочка библиотекарши на первом свидании, все, нет, да нет. Так вы отказываетесь брать товар? Я? Да никогда. Давай. Ага. Налажуй. Так, с чего начнем. А, о. Свадебные платья. У вас есть дочери? Есть. Три. Сына. Они меня дома ждут со спиннингами, а я как маньяк. Тамада со свадебными платьями, ну. Подождите, значит вы отказываетесь брать? Так и когда. Давай. Пять штук. Жена стачает себе водой и вспомнит молодость. Так, идем. А, вот фата. Фата, фата, фата. Так, фата, если задом наперед пойдет, как на кумарники. Давай, пять штук налаживай. Так, идем дальше. Вот, вот, вот босоножки. Так, босоножки. Давай резиновые по колено. Ну, знаете, не пойдет. Босоножки потому так и называются, что на босые ножки. И потом они на каблуках. А это не твое дело, понятно? Захочу и на портянки надену. И кому-то мы всем. Ну, чтобы не скользили по берегу. Давай, пять пар 45-го размера. Так, вот белье. Так, белье, белье, белье. Зашитого цвета есть? Нет, вот, извините, вот только стринги. Ё-моё. Слушай, а как же они в этом маскируются, а? От кого? Женщинам не надо маскироваться. Наоборот, им нужно себя показать. Так, давай, сколько вот этих цветочек по берегу за мотылем ползать. Давай, налаживай так. Дальше давай. Вот, дальше. Нет, вот этого не надо. Почему? Ну, не надо мне это. Ну, извините, но многие используют как стельки в обувь. Вот ты, ну ты думай своей головой, ну зачем мне стельки в босоножках? Ну, ты ж думай. Хорошо. О, колготки берем. Колготки, колготки берем. У сеточку, у сеточку, у сеточку, четыре пары. Не, пять, не, четыре. Четыре жени не надо. А вам, сыновья, не зачем? У балет запишемся. Вот ты чудик, ну чему тебе в институте учили чудик? Это ж прекрасный садок для рыбы. Давай, давай, ложи, ложи. Подождите одну минуту. Женщина, как вы сюда прошли? Что там такое? Когда? Так, что же, что там? Раньше? Вот, подвергнуто. Все, тогда все выяснилось. Мужчина? Что? Момент. Что? Извините, произошла ошибочка. Какая ошибка? Миллионный покупатель, вот эта женщина. А вы, извините, миллион первый. Так что прошу вас вернуть товар в зад. Что? Кто? Я? Да. Я не понял, а что эта женщина делает тут в мужском отделе? Это женские дела. Стой, стой. А ну иди сюда. Что? Слышь, а ну-ка сбегай, спроси у этой женщины, она замужем? Как? Ротом спроси. Спроси, не хочет она временно выйти замуж за симпатичного мужчину, с женой и тремя болтусами? Зачем? А за тем, что мы с этой бабой пол жизни будем в халявных трусах по берегу за мотылем ползать. Единственное, я знаю, прошу, дамочка. Тот паразиты, ну, все, янтой жвачкой позалепят своей ты, небось. Внучек, у тебя газеты нету Чё? Тоже глухой, видать, а Я говорю, газеты нету Кассеты? Ага Откуда кассета? МП-3 Да, чё по три, оно не оттирается, гляди Эх, ты, честная, а Чё, чё ты? Чё там? Эй, сиди-си Садись, а Да и сажусь, внучек, что делать? Ой Как дела-то, а? Как дела? Да, с зоопарка сейчас А, и с зоопарка сейчас А, хорошо А я еду, Вен-то, в ремонтно-эксплуатационную предприятию Чё, в рэп ташуся Чё рэп? В рэп ташуся От рэпа тащишься Ага Ну ты продвинутый череп Ах У тебя чё старая, крыша потекла, да? Ага, крыша старая потекла А антипаразиты чинить не едут Ой Тебя как звать? Макс Маркс Чудно Ну, а я Женя Для тебя дед Женя Кто? Дед Женя Да ладно, ты диджей Ага, да, чего? Ну ты мазовый чил И чё, ты постоянно по дискотекам, да? Ой, постоянно по аптекам Ой, клёво Да оно же всё, всё покалывает в таком климате Будь он не ладен Прикалывает Тимати? Ага Меня тоже заводит Ты на заводе, что ли? И чё там, знаешь, ума Турман плющит Арматуру плющит Ну, вообще, я, короче Я с детства балдею С детства болеешь Ай-яй-яй-яй-яй Ты чё, это вообще чума? Чума? Гляди-ка, уже и пена из рот, а Ай-яй-яй-яй-яй-яй Я слышу, чё Я, короче, в хип-хопчик ударился Копчиком ударился Ай, бедолаха, больно, небось, да Ай-яй-яй-яй Ай, да кому легко Я надеюсь, он всю ночь пробегал Чё? Тёлка Оторвалась и потерялась, а? Да ты чё? Ай-яй Да они тёлки, короче, все такие У меня тоже вчера одна оторвалась Сначала, потом потерялась, прикинь У тебя? Да О-о-о В это, в метелице Нетелице? А-а-а, моя тоже нетелица Я там, короче, слышь, корки отмачивал Корки отмачивал А-а-а, видать, тоже зубов-то нет Давненько так не вставляла, короче А-а-а, давненько не вставлял Так у тебя, небось, пусто в кармане-то, ой Это не Армане Это Хугобосс Да, да, внучек, худ да босс Худ да босс Ой, жизнь Слышь, диджей А у тебя чё за бидон? Отстой, а? Бидон, бидон пустой Пустой По-моему, ты гонишь Тихо ты Гоню, внучек, гоню Жить-то надо Пенсии мало Когда с бабками и до ночи в собесе торчим А что делать-то? Так мы тоже, когда с бабками, до ночи бесимся и торчим Ой Ну, вообще, я, короче, из интернета не вылазил, понял? Так ты из интерната А, я, то-то, гляжу, голодный, жуёть и жуёть Как там в интернате, чё делаешь-то, а? Чё я делал в интернете? Ага Ну, вчера всю ночь, короче, в гугле загружал, это Кого? Чего? В угле чё-то загружал, что ли? Гарри Поттера О, Харри Поттера, я в угле, да, все Ой, чё ж вас там заставляют-то уголь грузить, паразиты Тачку хоть дают? Чё? Я, говорю, тачку хоть дают, тачку-то Тачки нету, но мне предки после школы пижо покупают Чего тебе редко купают? Пижо покупают Тобе, ну а? Ага А я пока что ещё сам моюсь Чё? Да, у соседа банька, так я до кузи хожу моюсь Ты в джакузи моешься? Ага, да Ну ты продвинутый череп Ага Повесился на воротах Ай, что ж ты за жизнь такая? Слушай, диджей Ну ты подумай, а? Диджей, моя остановка Мне пора ноги делать Кого? Ты скажи, это у тебя дома вай-фай есть? Куфайка есть А чего? О, слушай, ты мне адресок дай, я буду заходить, короче Ты какой-то адресок Да у нас-то на хуторе улице Да спросишь, дед Женя Так, гляди, собака во двору А, понял, понял Диджей, собака, ру Ага, да Ты ель-то, а кликнешь, дед Женя Ну и заходи-то в ночь Чё, я лох, что ли? Конечно, кликну, аж так не зайду Ой, да, да, да Ну давай, чумалый динозавр Увидимся Пока Пока, диджей Да, ты как ноги сделаешь, сразу же приезжай, мой хороший Я жду Мы с вами поговорим о телевидении Причем о самом радостном, самом светлом, что есть на телевидении Это о рекламе Правда? Нравится реклама всем, да? Но вы заметили, что вообще считается, что самой действенной рекламой Считается реклама, в которой принимают участие люди из народа Помните, там, тетя Ася, да? Там, мама, ты меня жвала? Понимаете, да? И вот сейчас мы вам покажем, как снимаются такие вот рекламные ролики Сейчас сюда выйдет человек из народа, абсолютно Галина Карповна, будьте добры, пожалуйста Ну, смелее, 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 у нас мало времени Пожалуйста, Галина Карповна Быстрее, быстрее, быстрее Быстрее, быстрее, быстрее Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Галина Карповна Значит, Галина Карповна Вот здесь мы работаем Спокойненько Не, не волнуйтесь Вот здесь, сюда, вот так Вот так, ага, нормально Нормально, хорошо, хорошо, замечательно Галина Карповна Вот сюда поближе, пожалуйста Сюда, ребяшки Да не бойтесь вы так Спокойненько, расслабьтесь Спокойненько Галина Карповна Значит, я вам напоминаю Наш стиральный порошок называется Дора. Он самый лучший, так? Остальные порошки называются обычной, гадостью, так? Значит, я говорю такую фразу. Какой из стиральных порошков самый лучший спросим об этом у женщин, да? Вы рассказываете свою простую бесхитростную историю. Ну, вы, женщины из народа, вам поверят. Ребятчики, ребят, ребят, значит, снимаем целиком, так будет естественно. Хорошо? Так, значит, так, все, готовы, да? Все готовы? Галина Кардановна, историю помните? А? Историю. Ну, вашу историю помните? Ну, я купила Серёва же новые джинсики, он пошёл во двор и попал под машину. Ну, понимаете? Я посмотрел на джинсики и ахнули, да? Я смотрю, а джинсики в смятку. Хорошо, да. Я как ахнула водителя или тушителя по голове, так его врачи по четвергам забирали. Сволочь такая! Стоп, 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 стоп. Галина Кардановна, Галина Кардановна, не надо такую зверскую. У нас же рекламный ролик, а не триллер. Ну, что вы? У нас же миллионы филип зрителей увидит. Черт! Давайте, внимание. Миллионы! Все, работаем, работаем. Я губы не размазал. Не размазал. Я губы не размазал. Все, внимание, работаем. Растегнуть или... Не надо, не надо ничего расстоять. Достаточно. Внимание, работаем, все. Куда руки деть? Слабо. Держите, чтобы... Миллионы. Ребята, значит, меня крупно, потом я выхожу. Поехали. Поехали. Приготовились. Успокойтесь. Успокойтесь. Я сказал, успокой! Поехали. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. И чем только я не пробовал. И чем только я не пробовала. Галина Карповна, это в середине. Ага. И чем только я это не пробовала. Это в середине. Галина Карповна. Ага. Сперва простая, безхитростная история. Ага. Давайте еще раз. Давайте. Внимание. Внимание. Поехали. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Ну. Ну. Я такая... Полищук Альберт Иванович от 1957 года рождения. Нет. И чем только я не пробовала. Стоп. Галина Карповна. Ага. Какой Альберт? Вы знаете, я как только простырку, так этот гад вылазит перед глазами и стоит. Я строгал детей, а сам ходить не попало. Слушайте меня внимательно. Ага. Не надо, чтобы Альберт вылазил. Все, я его засуну, он не будет вылазить. Давайте. Я вас прошу, вас покрутите головой. Говорите, вот сюда, кругленько. Ага. Все, поехали. А чекло в барак не наложило. Все, поехали. Спокойно. Боже мой. Начали. Все, тихо. Глаза меня... Не размазало голову. Ой, Боже. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Однажды я купил Абатику новую курточку. Хорошо. Он пошел играть во двор и проиграл курточку, джинсики, маечку и Светкину квартиру. И чем только я его не пробовала. Галина Карповна, у вас более веселые истории есть? Есть. Не надо. Давайте, пожалуйста, более веселые истории. Более веселые. Поехали. Поехали. Начали. Какой из стиральных порошков самый лучший? Спросим об этом у женщин. Ну? Одна... Более веселая история. Однажды Андрюшка вернулся из мест заключения. В тюрьму. Лучше я про дочек. Ну давай про дочек уже, в конце концов. Какой из стиральных порошков самый лучший? Давайте поспрашиваем. Ну что? Вы будете ругаться. Что случилось? Я дырочку потерял. Да елки-боги-боги. А что вы спрашивали? Стоп. Все стоп. Так. Калина Карповна. Да. У вас собака есть? Да. Была. Значит слушайте меня внимательно. Однажды собака пришла с улицы и надела на ковре пятер. Не перебивай. И чем только ты не пробовала. Соседка сказала попробуй Дору. Понятно тебе? Да ладно. Пишем. Какой из стиральных порошков самый собачий? Сейчас мы узнаем. Боже, что я говорю. У мире животных. Собаки собачья смерть. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Однажды у нас была собака. Однажды она вернулась с улицы. Упала на ковер и нагадила. И чем только я ее не пробовал убить. Кого? Полищу гам. Что обратно не то? Не то. Еще раз. Давайте. Что? Так вы сначала спросите. А действительно, какой из стиральных порошков? Что мне ответит? Я отвечаю всю правду. Я, мать семьюх неполноценных, жду девятого. Однажды Светочка вернулась позже обычно. Однажды Светочка вернулась через трое суток. На груди у нее было большое пятно. Другого не было совсем. Но ты взяла долго. Но я взяла стиральный порошок. И так отпробовала эту дуру вокруг сквера. Что пятна разошлись. Сидяки рассосались. И она обратно стала девушкой. Я дам человеку слово сказать. Женщины. Увидите этого гада Полищука. Не поддавайтесь. Не будьте дороги. Никакой порошок.